Всем привет! Сегодня я зачитываю историю от своей подписчицы, отвечаю, комментирую, также она ждет ваших комментариев. Добрый день! Давно на вас подписан, очень люблю ваши видео и никогда не пропускаю. Всегда внимаю вашим советам и так как сама имею турецкого жениха, у меня назрел серьезный для меня вопрос. Я очень хочу услышать ваше мнение и отдельный совет. Долгое время мучаюсь вопросом о нежелании жить с родителями мужа в будущем. Немного о нас. Знакомы мы около трех лет в отношениях, два года. Он знаком с моими родителями, я с его пока нет. Отношения на расстоянии, но часто он ко мне приезжает. Он вполне обеспечен. Своя квартира в Стамбуле, родители живут с ним, так как он не женат, руководитель на производстве. Самостоятельный, спокойный, вдумчивый, десять раз подумает, один раз делает это о нем. Кроме него в семье еще два брата и две сестры. Он средний, но они все живут в Измире. Насколько он рассказывает, родители очень хотят, чтобы он женился, а возраст ему уже 36 лет. Но он такой, что никто не заставит что-то сделать, пока он сам не примет решение. Мир религиозен, но по пятницам ходит в мечеть на намаз. Вопросы о смене религии задает, но не часто и получает отрицательный ответ. Ему, когда я такой ответ даю, это устраивает его, и он не продолжает эту тему. Мне 32 года, была замужем, детей нет, работаю юристом в хорошей строительной компании, живу самостоятельно еще со времен университета. С бывшим мужем тоже жили самостоятельно, никогда не хотела жить с чьими-то родителями. Я всегда была самостоятельной, серьезной, я не люблю контроль. Родные знают, что я справляюсь, все всегда делаю сама, но если мне нужна помощь, я ее, конечно же, попрошу. А так, я не люблю, когда лезут с советами, а тем более, когда принуждают или навязывают что-то. Я здесь остановлюсь и скажу, что это нормальная позиция взрослого созревшего человека. Я принимаю решения, несу за них ответственность, так и должно быть. И это говорит еще о хороших ваших и личных границах, рамках, что вы не даете кому-то залезть на вашу территорию. Я снимаю квартиру в городе самостоятельно, работаю и живу. Что тут скрывать? Очень хочу семью, хочу ее с этим человеком. С бывшим мужем через время поняли, что мы очень разные. Я переводчик, а он плывет по течению, радуется малому, меня это не устраивало, и мы развелись, пока не появились дети. И по стечению очень интересных обстоятельств я познакомилась с моим турецким молодым человеком. Такого мужчину я всегда хотела. Мы можем поговорить о бизнесе, о новостях международных, общих и вообще мы с ним одного уровня IQ. Как оказалось для меня и для него это важно. Я люблю его, чувствую, вижу, что он тоже. Это краткое описание наших отношений, ближе к самому вопросу. В октябре я прилетела к нему, у нас была ночь, так сказать, откровений, когда я узнала, что очень много интересного для себя открыла от него. И меня насторожили в нескольких моментах. Во-первых, не означая, он дал понять, что родители могут, например, вмешиваться в воспитание детей, на что я ответила, что имею достаточно сильный характер и привыкла решать сама, и не люблю, чтобы вылазили в мою личную жизнь так откровенно. Если нужен будет совет, я его спрошу, но не более. А он, как мужчина, должен с родителями обсудить этот вопрос, выстроить отношения так, как это теперь наша семья. Я очень много наслышана о турецких родственниках, плюс несколько подруг замужем за турками. Во-вторых, родители достаточно набожны. На что я ответила, что веру менять я не буду. Праг возможен у него, видите ли, только с христианкой. Его реакция абсолютно спокойная на это. Со словами, окей, как хочешь. Но вот у меня на основании этого разговора на душе очень неспокойно. А именно, о совместном проживании с родителями. Так как я жила только со своими до 17 лет, а после я живу абсолютно самостоятельно. Я не представляю, как можно жить с родителями еще и в другой культуре, религии. Я боюсь, чтобы не было конфликтов в доме, которые отразятся на наших с ним отношениях. Я хочу быть нормальной женой, принимать решения в доме самостоятельно со своим мужем. Но я прекрасно понимаю, что мать, которая для сына всегда все делала и не будет этого позволять делать мне. Наверное, скорее всего так. Но я это так и вижу. Я знаю себя. Если я не смогу комфортно находиться в таких условиях, я просто не смогу комфортно жить. Да и вообще, мы молодые люди, у нас своя жизнь, в конце концов, интимная. И что? Родители будут в соседней комнате? Меня это не устраивает. Так вот. Разговор я буквально на днях задала этот вопрос ему. Как ты думаешь, молодая семья должна жить отдельно или вместе с родителями? Сначала он отметил, что разные культуры. Мол, почему-то я спрашиваю. А на что я ответила? У меня есть несколько подруг, которые вышли замуж в Турцию, и они не живут с родителями, а отдельно. Что это не традиция, а еще отношение мужчины к своей персональной семье. Отмечу, что странного. Мне казалось, он сам хочет жить отдельно, а так как не раз говорил об этом. Но теперь он сказал, что это очень тяжело. Он устал от постоянного напряга со стороны родителей. Он ответил дословно, если ты хочешь, я могу жить с семьей. Если не хочешь, когда женюсь, мы посмотрим. И такого ответа тебе достаточно? А я не поняла, что он хочет сказать, потому что ответил он мне не конкретно на мой вопрос. Продолжать я не стала. Как грамотно объяснить мужчине, что я хочу жить с ним отдельно, что ни его родителям, ни мне это не будет комфортно жить вместе. Так как вы уже знаете их менталитет, очень надеюсь на ваше понимание и совет. Извините, если письмо длинное, хотелось объяснить точнее. Была видна картина. Заранее спасибо. Да, без проблем. Знаете, и тут не нужна особо какая-то турецкая хитрость, изворотливость, верткость, менталитет и так далее. Вы не с родителями его решаете и не за них замуж уходите. Правильно? Проблема здесь мужчины, разрывание своей пуповины. От родителей он еще не отделился. Ему надо взрослеть. Проблема мужчины, не семьи. И то, что, например, вы смотрите, у него четверо братья там сестры, они же с родителями не живут. И вы сказали, они с ним живут, потому что он не женат. Но вот он женится и будет, как его братья и сестры, жить отдельно от своих родителей. И если он это не захочет делать, проблема в парне, в его неготовности, отчасти может неуверенности. И ему хочется быть с его родителями, которые тоже этого хотят. То есть они, значит, срослись и не готовы разделиться. Как правильный вопрос, да, какой запрос? Что мне делать? Как мне себя правильно поступить, чтобы не нагрубить, по сути, ему, да, и дать понять свою точку зрения? Мне кажется, все очень просто. Надо, во-первых, говорить прямо. Никогда не юлить, не стараться вот этой турецкой мудрости, хитрости. Зачем? Вы с парнем своим разговариваете, а не с его родителями. И ему настало время, да, если он хочет жениться, создавать свою семью, ему 36 лет, вообще-то уже пора. Он должен быть готовым к тому, что он покидает... Вы можете прям такими словами, да, сказать, если вопрос такой зайдет, вообще эта история, тема такая, да, у вас пойдет. Вы можете сказать, что... Ты знаешь, я читала, например, книжку по психологии, там, не знаю, видео какое-то смотрела, да, интервью еще, что-то такое. И я такую мысль интересную услышала. Я с ней, знаешь, согласна абсолютно. Вот это же истина, можно так, да. То есть я, вы даете понять, что я придерживаюсь вот этой мысли, что человек, который женится, создает свою ячейку общества, это тот момент, когда он покидает свой очаг домашней родителей. Из одной ячейки родительской семьи он создает свою собственную. Тем самым он становится ответственным за свою жизнь, за свои субруки, за свое потомство и так далее. И он отделяется от своих родителей. Нельзя, чтобы создать ячейку отделиться и остаться при этом в родительской или с родителями вместе. Пример вам соты у пчел. Вы где-нибудь видели соту сдвоенную, да? Когда одна сота, да, существует с мёдом, а в ней вросла, скажем так, еще занимает сота рядом вторая боковая. Я таких ни разу не видела. Соты делятся, они отделяются. Это ваша ячейка, ваша семья. Вот вы такой пример приведите. Пчелы так не создают. Они хранят мёд изолированно. Вот и вы свою семью должны держать изолированно. Это и есть границы вашей семьи, семейные границы. Или там уже ходят потом личностные ваши границы. Само собой, скажем так, из этого вытекает. Как это ему донести? Вот один из вариантов. Говорить вы должны открыто, прямо, не юлить. И я вам посоветую переезжать к нему только когда у вас в этом вопросе будет конкретика, будет ясно, и когда он конкретно скажет, хорошо, мы с моими родителями жить не будем. Понимаете? Ошибка девочек, которые попадают в эту ситуацию. Потом очень трудно отделиться от его родителей. Очень. Есть кто годами живут, потом отделяются. Это же конфликты, проблемы. Вам нафига в это влазить? Заранее вы можете это предотвратить. Условия какие? Первое правило. Я еду к конкретным условиям, мы обговорили с ним. Не размытое что-то, ну мы посмотрим, переедешь. Нет. Я еду жить с тобой, не с твоими родителями. Для вас это важный вопрос. Второе. Вы едете в купленную или уже съемную квартиру без его родителей. То есть вы едете на конкретное место, в конкретное жилье, где его родителей нет. А не так, что мы приедем, поживем у наших родителей. Неизвестно, какое время это все растянется. Потому что он оттягивает время до себя. Поймите, это он не хочет отделяться. Родители, конечно, тому способствуют. Но последнее слово за ним, за этим разрывом. Имейте это в виду. Не он бедный, несчастный, родители его держат. Нет. Слово за ним. Вы едете в конкретное жилье, где родителей нет. Это два самых важных условия. И третье. До переезда ему скажите, дорогой. Если мне что-то не нравится. Если какие-то условия не выполняются. Если твои родители начинают с нами жить, раздавляя вас это фиксированный такой, скажем, определенный больной вопрос, да, вы не хотите этого делать. Вы обговариваете заранее. Дорогое условие. Если это будет, наши правила, скажем так, договоренности не будут соблюдены, соблюдены, я разворачиваюсь и еду к себе домой. Я тебя оставлю. Все просто. Он должен знать, скажем так, что над его шеей меч есть. Если неверное движение, он не соблюдает договоренность, разрывает ее, голова с плеч. Вы отрежете и уедете. Он должен чего-то бояться. А если вы будете поддакивать, он будет вам так неоднозначно плавать, отвечать. Вроде как он, знаете, дал ответ. Конкретики никакой не было. Вот в его ответе вообще ни о чем. Вилами по воде прописал, все размылось. Если вы будете на это вестись, вы сами будете в этом виноваты. У вас ничего не получится. Вы будете жить с его родителем, потому что вы будете мягкой, не конкретизировать. Он будет вам манипулировать, делать так, как ему хочется. Поймите просто, что мужчина, не разряжающий пуповину, он обслуживает свои личные страхи. Страхи потери родителей, разрыва семьи и так далее. Это же вам только звоночек о том, что он не готов строить свою семью, отделяться от родителей. Он только зациклен на этой боли, возможно, на разрыве с родителями. Поэтому он не хочет отделяться. Да, в Турции, скажем так, тесные есть рамки, точнее отсутствуют этих рамок, да, размытые границы семейные. Но здесь тоже не все так живут. Здесь хозяйка в доме своем хозяйка. Если приходит свекровь, она приходит в гости. Она может помогать, может остаться ночевать в гости, если далеко где-то живут или еще что-то. Но хозяйка здесь я. Я решаю, что где как поставить, что как сделать, как мне жить, что мне готовить. А вы гости. Да, гостей любят, гостей обхаживают. Но ты гость. Гость это значит без права слово. Невесомое слово в этом доме. Здесь есть свои хозяева. А ты, хозяйка, например, свекровь в своем доме. Здесь среди турчанок, свекрови и невесток, есть такая же проблема про вот эти границы. Они могут ничего не говорить силу своего менталитета, пыхтеть, тарахтеть, не нравиться. Но они будут ждать, когда свекровь уедет, свалит там и там выживать ее как-то, да. И я также скажу, когда живут с родителями в одном доме здесь, в Турции, это не супер, это тоже прям все так живут. Да нифига, в Стамбуле нет. Вот в маленьких селах, деревнях, где там более тесные круги у них семейные, там может быть. Но честно, тут я тенденцию такую в светском обществе не замечаю, чтобы жить со своими родителями. Ну, здрасте, приехали. Тут наоборот есть, я вам пример приведу, у нас есть знакомый, ему 35 лет. Он, кстати, с нашей славянской девочкой встречается. И он все время жил с мамой. У него мама, сестра разведенная с ребенком. Он один мужик был с семьей, одни бабы вокруг его окружали. И он уже, я говорю, что-то не могу, у него были отношения. Он нормально, короче, симпатичный парень и все такое. Мы с ним разговаривали над темой психологии. Мне говорят, ой, что-то не могу, все, в бабах ковыряюсь, типа, пора уже жениться, там, мне 35 лет, а все, что-то не могу найти. Я ему говорю, ты от мамы съедь, поживи один. Блин, а он не готовит, ничего не умеет. Мама полностью его вообще быт вот с детства ведет. И я ему когда растолковала, зачем, почему, вы все это сами понимаете, потому что он более самостоятельный. Вот он в таких отношениях родитель. И он понял, что, блин, я говорю, ты посмотри вокруг. Ты что, ну, все турки так, как ты живут с мамкой? 35 лет. Тебе, говорю, девушку куда-то привезти надо. На свидание сходить и так далее. Ты что, он, когда, говорит, я посмотрел, я, говорит, просто жил вот в этой ауре, окутанной своей мамой. Я посмотрел со стороны, он понял, он принял решение переезжать. Он говорит, я понял, что моя проблема вся в этом. Я не могу найти никого, потому что я не могу нормально общаться. Меня мать сковывает. И она всегда, мама, чуть ли не вечером звонила, где-то, а что-то, вроде бы, знаете, без претензий, но с каким-то контролем. Он это понял. Он начал просто, и тут ему подвернулась девочка, он начал с ней встречаться. Она наша славянская девчонка здесь работает, в Турции живет. Ну, она как бы давно уже здесь живет, то есть не только переехала, по работе она здесь осталась. И они начали встречаться, она живет самостоятельно, потому что она как мы живет, да. И он начал у нее оставаться, ночевать, короче. В итоге они с ней съехались, они живут до брака, там будет свадьба. Я к тому, что до брака здесь живут. В какой-то период там времени деньги на свадьбу копят. От мамы он съехал. Он просто не думал, что можно по-другому. Ну, так не все здесь турки совсем живут. Я вам приводила примеры наших друзей и знакомых, которые самостоятельно живут. Даже у нас есть там парни, вот такие от 25 до 30 лет. Они съезжаются, снимают квартиру, где-нибудь там в центре работают. В Стамбуле именно расстояние, трафик и все такое. И очень удобный вариант съехать от родителей. Ой, мы с друзьями, с пацанами снимаем квартиру, там вот так они съезжают. Очень многие живут, типа там общага такой, там два-три парня снимают квартиру. У каждого своя комната, чтобы было ближе к работе, в центре там тусовки. И, само собой, понятия становятся самостоятельными, отделяются. Это желание самого мужчины. Вот к этому я веду. Если у вас есть что дополнить, ваши истории похожие, примеры, как вы с этим боролись, подскажите девушке, дайте, пожалуйста, дельный совет. Мой совет быть откровенной, говорить напрямую с вашим мужчиной. Родители здесь ни при чем его. Проблема только в нем. Это его нежелание, скажем так, отсоединяться и так далее. Сепарироваться. Я всегда под видео оставляю свою почту. Если вам что-то нужно, пишите, задавайте вопросы, возможно. Записывайтесь на консультацию психологическую или присылайте свои анонимные истории. Если вам видео понравилось, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok